За Рязани! За победу! Эй! Эй! Подгоняемые болельщиками футболисты Рязани последний домашний матч в этом году начали с места в карьере. Уже на пятой минуте могли открывать счет. Явно домашней заготовке не хватило реализации. Впрочем, давление хозяева усиливали с каждой минуты. Казалось, забитый мяч – дело ближайшего времени. Но рязанцам не везло. Как, например, в этом моменте, когда Константин Котов попал в штангу. Нужны были коррективы. Немножко академично играли. Не получался быстрый переход из обороны в атаку. Соперник успевал всей командой отойти в оборону. И поэтому возникали трудности. Кому, как не Виктору Новоченко, знать, как нужно усиливать атакующую мощь после перерыва. В середине 90-х он сам наводил ужас на защитные порядки соперников, выступая за камышинский текстильщик. Поэтому вовсе не удивительно, что после разговора в раздевалке его подопечные вторую половину начали буквально летая по полю. В течение ударной пятиминутки Николай Бояркин, Александр Барков и Тимур Дудайте довели счет до крупного. А довершил разгром с пенальти Евгений Дегтярев. Ошибки пока у нас есть. Как мы на них реагируем, это, наверное, вопрос роста. У нас в среднем в каждой игре от трех до шести игроков, которые дебютируют в профессиональном футболе, получают первый опыт. Поэтому это сейчас просто ступеньки роста. После крупной победы рязанцы закрепились в пятерке лидеров дивизиона. До конца года они еще сыграют в Саратове, а перед своими болельщиками футболисты предстанут уже в следующем году, 1 апреля. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». «Город». Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».